МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О мячу, который похитил, ограбил и изнасиловал девушку, грозит 17 лет лишения свободы. Ранее телеканал Омск ТВ уже рассказывал о череде преступлений. По версии следствия, мужчина приехал к девушке по объявлению о продаже иномарки. Вместо денег взял с собой муляж пистолета. Заставил жертву отдать золотые украшения, смартфон и кошелек с деньгами. Под угрозой смерти Амичка подписала договор о продаже автомобиля. Через мобильный банк обвиняемый перевел себе 50 тысяч рублей. Запер девушку в погребе и уехал. Спустя пять часов мужчина вывез жертву в лес. Там издевался над ней, изнасиловал и бросил. На суде фигурант признался только в краже. Прокурор запросил наказание в виде 17 лет строгого режима. На следующем заседании обвиняемому дадут последнее слово и огласят приговор. На левобережье легковушка въехала в пассажирский автобус. Об инциденте сообщили в полиции. Авария произошла днем 9 августа на улице Конева. 18-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу и столкнулся с автобусом. В момент ДТП в салоне общественного транспорта находилось 20 пассажиров. Пятерым из них понадобилась медицинская помощь. Пострадали также молодой автовладелец и пассажир легковушки. Ход полицейской проверки контролирует прокуратура. В Омской области загорелось сразу 4 сарая. Пожар в Калачинском районе тушили около часа. Причина возгорания материальный ущерб сейчас устанавливается, сообщили в региональном МЧС. Еще один инцидент произошел в Горьковском районе. Огонь охватил автомобиль в гараже. На месте работали две пожарные машины и пять человек личного состава. Машина полностью сгорела и не подлежит восстановлению. Сейчас спасатели пытаются установить причину происшествия. В Омске возле жилой многоэтажки обрушилась дорога. Первыми о происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Магистраль на Третьей Енисейской в огромных ямах, провалах и трещинах. Обвал образовался близ новостройки. Ее ввели в эксплуатацию в прошлом году. На подозрительные трещины местные жители жаловались еще весной. Ситуация усугублялась с каждым днем. Разрушенную часть дороги засыпали, но насыпь просела. На место 10 августа выехали мэр города, прокурор, чиновники Кировской администрации, строители, сотрудники МЧС, представители управляющей компании многоэтажки. Предварительно трещин в здании не обнаружено. Опасную территорию оградили. Строители заверяют, мы сейчас будем с экспертами отрабатывать, что угрозы дому нет. Дом установили маяки, в подвале сходили, посмотрели. Вместе, совместно с МЧС определили алгоритм дальнейших действий. И в ручном пока режиме будем наблюдать за ситуацией, какие решения дальше будем принимать. Органами прокуратуры будет проведена полная детальная доскональная проверка соблюдения строительных норм и правил застройщикам при вводе дома в эксплуатацию. Соответственно, по итогам данной проверки будет дана оценка всем организациям, которые принимали в этом участие. Омские дорожники нанесли разметку на ямы и выбоины. На необычное благоустройство пожаловались горожане в социальных сетях. Рабочие обновляли участок улицы Олимпийская. Правда, из нового только разметка на полуразрушенном асфальте. Омичи сообщают, подобная ситуация и на улице 25-я рабочая. На недовольство отреагировали в мэрии. Чиновники говорят, разметку нанесли из соображений безопасности. Дорожная разметка наносится для безопасности дорожного движения вне зависимости от полотна. Отметим, что аварийный ремонт участка запланирован в сентябре. Представители обвиняемых и заключенных омичей смогут озвучить претензии к работе исправительных учреждений. Региональный омбудсмен Ирина Касьянова, представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний и член общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталья Лисникова проведут прием граждан. Тема – защита и соблюдение прав осужденных. Представители ждут 16 августа с 10 до 13.00 по адресу Красный Путь 9, кабинет 321. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. С начала 2023 года омбудсмен и начальник отдела аппарата 27 раз выезжали в места принудительного содержания. Рассмотрели 111 обращений, поступивших от лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях региона, а также их родственников, касающихся не только вопросов отбытия наказания в местах лишения свободы, но и затрагивающих гражданско-правовые, семейные и жилищные отношения. Белый автобус на бульваре Победы быстро привлек внимание омичей. Это не пассажиры, а пациенты. В мобильном пункте можно пройти экспресс-обследование организма без предварительной записи. Я вышел погулять по улице Маркса, потом свернуть на набережную, ну и по пути увидел автобус с обследованием. Зашел, очереди нету, проверить свои данные. Услышала это по телевизору в новостях и думаю, ну а почему бы не пройти и посмотреть. Ну, состояние, хотела узнать, состояние сердечной сосудной системы, ну иногда там сердце пошаливает, ну в больницу редко хожу. В медицинском пункте на колесах работают врач-терапевт, процедурная медсестра и регистраторы. Пациент заполняет анкету о состоянии своего здоровья, наличии хронических заболеваний и вредных привычек. Затем комплекс исследований, рост, вес, индекс массы тела, уровень тревожности, депрессивности, насыщение кислородом, экспресс-анализ крови на глюкозу. Кроме того, амичам измерят артериальное давление и спрогнозируют риск возникновения инфаркта, инсульта и даже вероятность смерти от сердечно-сосудистых патологий в ближайшие 10 лет. Выявляем отклонения практически у каждого, кто посещает эти пункты. Острых ситуаций не было. Не нужно было нам отправлять их в скором порядке в поликлинику. Но, тем не менее, конечная цель – это попасть в поликлинику, в отделение профилактики, где можно пройти диспансеризацию уже и детально обследовать организм. Главная цель мобильных пунктов – профилактика тяжелых заболеваний. Распоряжение об организации помощи подписал глава региона Виталий Хаценко. Всего открыто 5 точек в каждом административном округе города. Найти автобус здоровья можно в Советском парке у танцплощадки, в парке 30-летия ВЛКСМ справа от центрального входа, на Зеленом острове, в конце аллеи молодой семьи, на бульваре Победы, на площади напротив фонтана и возле торгового центра Мега, на центральной аллее, на парковке напротив главного входа. Прикрепление к поликлинике значения не имеет. В мобильный пункт может попасть любой амич старше 18 лет. С собой нужно иметь полис ОМС и документ, удостоверяющий личность, паспорт или социальную карту. Мы надеемся, что все-таки воспользоваться такими возможностями мобильных центров диагностики сумеют наши трудоспособные граждане. То есть те, которые в силу каких-то рабочих моментов не могут обратиться в поликлинику. У них для этого нет просто времени. Здесь надо уделить всего лишь 5-10 минут своего времени. Параллельно с исполнением каких-то других дел, гуляя в парке с детьми или посещая торговый центр Меги, можно зайти, забежать на 8-10 минут и пройти диагностику. При наличии отклонений врачи отправят пациента на детальное обследование в поликлинику. Мобильные пункты в Омске будут работать ежедневно до 30 сентября. С понедельника по четверг Омичей примут с 14 до 20.00. В пятницу можно прийти на 2 часа раньше, в полдень. В выходные и праздничные дни проверить свое здоровье тоже можно с 10 утра до 8 вечера. Омичей предупреждают о новом виде коронавируса. Казалось бы, пандемия давно ушла в прошлое, но специалисты Роспотребнадзора заявляют, вирус мутировал. Очередная модификация получила название Эрис. В России случаев заражения пока не выявлено. По данным специалистов, новый вид коронавируса опасен, он быстро передается и способен разрушить иммунную систему человека. Первые симптомы – сильный насморк, мигрень, чихание и боль в горле. Школа номер 71. Ежегодно отсюда в большой мир выходят десятки учеников. Один из них ныне депутат Омского городского совета Андрей Бондаренко. Бывший выпускник прогуливается по знакомым местам. Правда, времени на ностальгию нет. Спустя 23 года депутат стал меценатом родной школы. На сегодняшний момент мы сделали освещение по улице Усадебная. Полностью подсветили улицу. Расстояние 450 метров. На действующие опоры мы установили новые современные светильники. Сейчас мы занимаемся расчисткой территории, потому что был очень большой, сухой, густой такой лес, аварийно опасные деревья. Мы их все кронировали, выкорчевали. Начинаем все это вывозить, расчищать территорию. И в ближайшее время хотим приступить к укладке тротуарной плитки. Потому что в этом году по плану у нас установить две большие зимние стационарные горки. Еще на территории появится развлекательно-спортивный комплекс. Этому рады не только ученики школы, но и жители окрестных домов. Здесь частный сектор. Ближайшая площадка в соседнем микрорайоне. И сейчас на летнюю практику дети ходят, уже радуются. Ну и плюс, конечно, ближайшие дома соседи все в восторге. Поддержали и были очень рады, что он выбрал именно нас под свой патронаж. И теперь у нас вот такой замечательный результат уже складывается. И я думаю, что будет все еще лучше, лучше и намного перспективнее. Программа меценатства в Омске стартовала в 2022 году. Инициатор мэр Сергей Шелест. Попечителем является еще один депутат Омского городского совета Таймас Абдуалинов. Помогает обновить школу номер 50. Раньше здесь постоянно протекала крыша. Директор говорит, во время дождя было страшно за технику и мебель. Теперь кровлю отремонтировали. А вместе с ней и окна, и летнюю беседку. В планах расширить раздевалки для учеников. Большое уложение. Ходим оцениваем тоже в моментах. И после раздевалки, не знаю, наверное, мы уйдем там, будем смотреть, что с трубами. И дальше, дальше. Я говорю, что обо всем нужно заботиться. За всем нужно следить. А это школа номер 159. Самая большая в центральном округе. На все здание приходится 12 санузлов. Каждому требовался капитальный ремонт. На помощь пришел депутат Омского городского совета Юрий Арчибасов. Половина работы будет выполнена к новому учебному году. Позже здесь приступят к замене окон в спортивном зале, ремонту водоснабжения и модернизации баскетбольной площадки. Отметим всего в программе «Меценатство». Сейчас 27 участников. Работа будет продолжена. Обслуживать газовое оборудование в омских жилых домах будут по-новому. Изменения в законе обсудили на круглом столе в штабе общественной поддержки «Единой России». Цель реформы – повышение безопасности при использовании газового оборудования. Теперь техническое обслуживание сможет проводить только газораспределительная организация. Договор с компанией может заключить один представитель от лица всех собственников многоквартирного дома. Решение принимается на общем собрании. Поправки вступят в силу с 1 сентября. «Единая Россия» была одним из инициаторов внесения изменений в закон, федеральный закон о газоснабжении в Российской Федерации, в жилищный кодекс, который в поправке вступает как раз в силу с 1 сентября. Они касаются того, чтобы сделать более безопасным обслуживание газового оборудования в домах у наших жителей. Для собственников жилья с 1 сентября не изменится ничего. Управляющие компании должны будут устранить разночтение с законом. И до 1 декабря заключить договоры на техническое обслуживание внутреннего газового оборудования с теми организациями, которые занимаются газораспределением. Таких организаций в Омске 5. Один миллион рублей. Такую сумму получит каждый победитель кадрового конкурса в Омской области. Об условиях рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Конкурс стартует в сентябре. Цель – выявить талантливых и перспективных руководителей для работы в органах власти. Местную инициативу одобрил президент Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас в нашем регионе дефицит управленцев, признается Виталий Хаценко. Проблему нужно решать. Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России, в том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые не безразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех – это человек, которого ты найдешь. Правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать. Принять участие в конкурсе смогут амичи в возрасте от 25 до 55 лет, с высшим образованием не ниже уровня специалитета. Еще одно важное условие – минимум двухлетний опыт управления, либо трехлетняя работа на должности, требующей высшее образование. Главное, чтобы претенденты были связаны с Омской областью, родились здесь, учились или жили не менее трех лет. Победители конкурса включат в резерв управленческих кадров региона. Каждый из них получит миллионный грант на обучение, а также право принять участие в программе «Развитие управленческих навыков руководителя». А финалисты конкурса сформирует экспертный клуб под руководством главы региона Виталия Хаценко. Омскую выставку «Флора» посетили 650 тысяч человек. Итоги подвели в мэрии. Традиционный цветочный фестиваль проходил в Воскресенском и выставочном скверах с 4 по 8 августа. Тема этого года «Время выбрало нас». Флористы создали 45 композиций из цветов, соломы и других натуральных материалов. Теперь большинство экспонатов украсят дворы школы и учреждений культуры. Например, фигуру «Девушка» театра багетные рамы с цветами доставят в театр-студии Любови Ромалаевой, а фотозону сердца в культурно-досуговый центр «РТШ». Одна композиция все же останется в выставочном сквере. Это шестиметровое дерево жизни. Флористы собрали его за 4 дня. Горячие дебаты, риторические вопросы и рассуждения о нюансах спорта. 9 августа прошла ежегодная встреча представителей футбольного клуба «РТШ» с болельщиками. Развитие команды, строительство нового стадиона, помощь фанатскому сектору. На пресс-конференции обсудили проблемные вопросы. Отвечали капитан команды Андрей Разборов и президент клуба Валерий Петраков. Первая тема – утрата интереса омичей к местному футболу. Мне хотелось бы большего. Особенно большего. Мне хотелось бы увидеть вас в большем составе на трибунах, чтобы была такая огромная поддержка. Надо к этому стремиться. Конечно, это все в большей степени зависит от нас, от ребят, от игры, от результата. Мы это все понимаем. Недостаток внимания к футбольному клубу отмечают и сами болельщики. Ставят вопрос ребром. Что же нужно для развития? Для создания хорошей команды нужно иметь хорошую инфраструктуру, нужно иметь хорошую базу. Понимаете, мы тратим огромные деньги на все эти проживания, на квартиры. А когда у команды, которая преследует и решает большие задачи, и ставит цели, нужна спортивная база. Это есть у всех команд. Интересуют болельщиков не только внешние факторы, но и обстановка внутри команды. Полгода мы вместе отыграли. Мы лучше стали понимать друг друга, стали дружнее, больше общаемся, дружим. Поэтому, я думаю, мы будем только прибавлять. На встрече говорили много, спорили и смеялись. В финале представители клуба четко обозначили цели на будущее. Первая задача – это выигрывать в каждом матче, наверное, побеждать, развиваться, как в клубу, как в городе. Поэтому, думаю, все реально, главное – захотеть. Сейчас футболисты активно тренируются, готовятся ко встрече с соперниками. 6 августа «Эртыш» обыграл «Волгоградский ротор» со счетом 1-0. Следующий матч пройдет на выезде. 13 августа «Речники» сыграют с «Уфой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова